Добавлять сюда желательно такие прозрачные краски, такие как бургундская, умбра. И можно немножко сверху отлистировать картину, и она немножко изменит тон. То есть выровняет, выровняет, немножко сгладит цветовое содержание. Выровняет дороже в элементах... , а то P Если ты играешь, ты предлагаешь, начать с transparentными цветами, чтобы выкрыть. Потом ты можешь работать с transparentными цветами. Ты можешь так динуться, чтобы выкрыть, как в небе. Но внимательно. И ты получаешь больше глубины. И ты получаешь больше глубины в вид. Важно. Важно, чтобы ты работаешь с длинными цветами. Потому что ты можешь делать несколько длинных цветов. Если ты это слишком глубоким, то ты делаешь больше. И ты делаешь больше. И ты делаешь больше. И ты делаешь больше. Но мы уже покрываем сверху одним и тем же цветом? Нет. Если мы хотим выровнять этот цвет, то делаем этот цвет. Да, делаем это. Но желательно, чтобы это была прозрачная краска. То есть этот жетон берем? Да. Этот жетон прозрачную краску. То есть если она будет непрозрачная, то естественно она будет просто как покрывная работает. А здесь нет. А здесь просто ты меняешь, немножко насыщаешь тон и выравниваешь пикселизацию. То есть немножко сравниваешь мазки. Чтобы не было видно таких там. А чем старые мастеры писали, если у них не было такого ликвина? Да. Да. Меджогулес. 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 Меджогулес.